Адмирал даже об этом не знал, офигеть! Нет, а это мне нахрен не надо. Статистики можно вообще всё увидеть. Ну вот, говори, сколько у тебя смертей. Сейчас я ничего не знаю. А лучше скриншот. Чтоб не спиздел. Одна смерть, тё. Ага. Вот как. 8 320. А у меня 2 800. Ну, ты на БГ не ходил. А это уж другой вопрос. Ты говорил, кого больше? Ты проиграл. А вот, во-первых, у БГ-эшеров спросить. У Биг Баббла. Ну, у него там немного же. У него 100К есть киллов. Только вот такие шарики круглые летят. Дастрика. Из грибового-то. Ебаный. Это ксанте летит. Сантей, давай специалозерный шоу. Лазерный какой-то шоу устроили. Не, ну, красиво, честно. А почему же он закладывает перед эстрики? А чё, шипы, как всегда, Харинь какая-то непонятная. Там и прикол, что медикам нихуя там не видно. Это чё, жизнь просто. А, да. Там и Гроза, Фростмаг, вот эта фигня. Ещё у моей фигня. Там, где ниже, есть количество смертей в подземельях и рейдах. Вон там у тебя сколько. Я не смотрел сейчас, посмотрим, сводка. Не, вот эта эстрика реально классно выглядит. Мне тоже понравилась. Там на манекенах классно смотрится. Он несколько манекенов может ударить, и потом эти шарики во все стороны. Несколько этих ниже. В чём с того, что Неллик сыграет дольше? Смертет от утопления одна. Ну так я ходил тут, знаешь, когда, с открытия кары Герк. Ну зато ты потом некоторое время не играл, и я играл. А когда на освоениях, там много вайп. Особенно в каре Герк. Я чё-то не понял, мы куда идём-то в итоге? А я не знаю чё. Повин, а тут заповин. Первый. Карин, я был на освоении контента с двенышником. Я не Карина. Ой, прости, блин, перепутал, блин. Чё за хрень, блин, летит от этих... Влоков из красной, смотри. Смотри, добавляю к этому всё. Вот чё вот эта вот лужа, блядь, снизу появляется? Адмирал, за счётом. А это этим? Это, знаешь, кого, я сейчас скажу. Это этого. Вот оно. Так это приста. Тикие эти, типа звёздочки, да? Какие звёздочки, ты глядешь? Смотри, с экран, нахуй. Я вообще никогда не вижу. Просто я ленту опять. Пиздец. А да там починут. Как, блядь, лужи смотреть сейчас в центре, вообще? Никак страдаете. Ну как, он просто эту обилку прожимать не будет, и это лужи не будет. А кто сказал, что я не буду прожимать? Шарики бетают. Я на Хеллионе плевался, там вообще не видно метеорита, блядь. Ну прям вообще. Адмух убежал, чувствую палёным, блядь. Включи ультра это, и всё, и лучше видно. Это, это фигня нужна чисто для второй фазы, по факту. Чисто тормозить трэш. Так, картика сейчас будет, внимательно слушаем. Спорим сейчас, давай, поймёмся. А прикинь, с первого пула убьём. Да не, не убьём. У меня убийства Хеллиона Хэбнала больше, чем обычно. А кто там говорит, что я Дезморалевича? Дезморалевича. Вот Родвору, щись упали, не заборонить. Лёх, пошли на сало, нахрен нам этот робот. Я для сала всё сделал. Мне больше понравилось, Гена подбил у нас на первого бота, а сам наработал всё классно. Он заходил сегодня? Да. Он сказал, что если мы будем ходить на кого-то, кроме пары, он заходить не будет. Да, он давно в реле смотрит. А где у нас баба, которым советовал ХП поменять? Сейчас-то уже... Кстати говоря, насчёт этого... Насчёт этого... Я там вчера спалил скрины этой стаи, они по 200 усилков ХП кидают. Ну, блин... Ну, если вся кидают... Эти ткани... Ну, вот у них там кто был... Лог, он 200 усилков ХП кидал. Я не знаю насчёт всех, но они точно половину до определённой цифры в кидают. Кажется, они до 35... Ну, это специально, наверное, чтобы ткани выживали. Ну, конечно, специально. Лог, Бибик. Типа половину, примерно, на этих... Сейчас я захожу, я тут немножко... Ну, мне тоже кажется, что проще больше элементарий одновременно взрывать, чтобы меньше передвигаться, перемещаться, и ДПС будет больше. Да это вторая фаза, а не первая. Первая вообще проще будет. Первая, чем-то полосой же. На первой проще, и на второй проще будет. Не проще будет хилам на ренже, которые других танков хилят, пронесить. Мы, во-первых, бегаем постоянно с перебежками, и, во-вторых, мы манну лишнюю ждем. Ребята, между первой и второй есть один серьезный нюанс. На первой фазе, когда мы контролим, когда много идут, танки могут отодвинуть босса. А на второй уже не отодвинешь. Там совершенно другой контроль идет. Можно просто и не двигать, и посмотреть, что происходит. Между первой и второй промежуток небольшой. Ну да, да, это пятница. Где был в заходе? На второпаде, наверное, на определенное место подальше нужно уносить, чтобы мы тотемами подагали. А где этот силы бездны? Где? Кто там еще? Инопланетянин? Чуть не видно их. Где Мазар у нас? Хант. Вот, вчера я много тоже опоздал. Что, уже колобосы, да? Да. А, этот, как его, гречку позовите. Притяжка будет. Пригодится. Да, я кофе хочу налить. Как-то заходил там, говорят, типа, если надо, будете позовите. Я гречку давно в рейдах не видел. Дискорд напишите. Дискорде мальчик. Я вот, я не видел. Нет, я пойду к урну. Ну, если не надо, можно мне тоже отойти? Если не хотите слышать, что надо будет делать, можете идти. Потом не обижайтесь. Леха, потом еще дополнительно рассказывай тем людям, которые пройдут. Да, вот я проявляю. Ну, нет, так нет. Я поэтому не спросила. Ну, если будет Мазар, я думаю, он врубит. Так вот, еще, получается, три человека надо. Все равно все не услышат. Звездочка. Смотрите. Независимость. На ХК, может? Горче. Смотрите, вы на второй фазе. Вот, началась вторая фаза, да? Все прибежали примерно вот сюда. То есть, прибегаете, становитесь здесь. Танки забирают свои позиции в любом порядке, вообще без разницы, как. То есть, Кала-звездочка, вот печенька, я ромбик, допустим, это трусы кислые, грубо говоря, да? Там, если что, будем меняться дальше по ходу боя. Если рейд прибегает сюда, пошли Феникс. Какой Феникс с фиром, напомните? Усталость. Вот, каст Феникса Усталость. Все дамагеры бегут туда. Все полностью. Плюс хилы все полностью бегут туда и бьют этого Феникса. Сливаете его по-быстрому. Смотрите, если он будет в трусах, вся РДД-зона плюс хилы стоите в одной точке черепа. Все стоят в одной точке. Не левее, блядь, не правее. Здесь просите, что будет касаться тебя. Как только, как только пошел каст, то есть уже каст пошел, анонсишь, в этот момент, когда он анонсит, в этот момент, когда он анонсит, можете бежать уже. Ох, вы можете бежать в эту сторону. То есть в свободную сторону просто бежите и все. Что касается милика. Милики, вас мало, вам еще проще. Вы бьете босса, вам не надо далеко отбегать, то есть в стену, грубо говоря, да. Тут РДД-зона не будет. Вы выбежали вот на эту вот точку примерно. Вот ваша точка. Главное, чтобы уже не задело танка, допустим, да. И этот. Вы выбежали сюда, вынесли и заебили. Так как миликов мало, туда будет одно-два пират, в принципе. То есть эти мобы могут сразу взрываться. Дальше, сливаете, короче, этот. Первых пять мобов, я думаю, без проблем пройдут. То есть этот первый феникс сольется. Потом появляются десять мобов, грубо говоря, если вы стоите в черепе. Здесь появляется десять мобов, которые идут в ромбик. Правильно? Правильно. Дальше, что вы делаете дальше? Маги. Маги. По максимуму замедляете. По максимуму мобов замедляете. Женой, ты корни бросаешь. Локи, баны. Под максимум замедла. Под максимум замедла. То есть в любом случае вам будет время раскинуть контроль. Пиздец какой. То есть разовый стан там, допустим, да. То есть пяти секундный. То есть еще там, блядь. Корни и тому подобное. Если так подумать, если так подумать, те, которые под замедлом будут двигаться в ромбик, они первее дойдут, чем те, по которым вы бросите контроль. То, что они будут под замедлом идти в ромбик, это вам даст примерно 30 секунд, чтобы законтролить мобов. Просто, чтобы кинуть контроль такой, чтобы эти мобы отделились от этих. Ну, то есть, чтобы они не сразу 10 всех кучей шли. Чтобы они по маленьким кучкам шли. Вот, дальше следующий нюанс. У каждого танка, у каждого танка есть сейв на рейд. То есть, в принципе, я массакру могу дать. Калат может массакру дать. Этот вот может мне зэпку дать. Единственное, у кого нету сейва на рейд, это у кислого. Поэтому, типа, будем смотреть. Платформы близко друг от друга находятся, дадим сейвы. Смотрите еще, маленький нюанс. Почему РДД стоят в куче? Вы стоите в куче, чтобы все мобы появлялись в одном месте. Это нам даст немножко такой маленький нюанс, что, допустим, у нас 4 мобы здесь появятся. Пробежали вы немного вперед, встали на угол служи. Здесь 4 мобы появятся. И, в принципе, будет дальше вызов мобы. Дальше чуть-чуть вперед пробежали. Вот, бежите вы немножко сразу. Бежите вы немножко. Вот каст пошел, просто проанонсил. Сразу побежали. То есть, все равно, на бегу, грубо говоря, там вы урона не получите. Только смотрите, не тупите, чтобы не получилось так, что кто-то побежал вперед, а кто-то, блядь, опаздывает. Кучно все вместе сдвинулись и все. Дальше, следующего моба, вне зависимости, где он будет находиться, мы будем бить того, которого стоп каст. Который стопает касты. Это слабость. Да, это слабость. Этих 2 моба убиваем, дальше легче. Но, опять же, учитывайте тот момент. Грубо говоря, вот этих 10 мобов, этих 10 мобов, сначала надо слить от мелкого, только потом, только потом перебегать к тому фениксу. Все зависит еще от расположения феникса. То есть, по ходу действия будем ориентироваться. Единственное, что попрошу всех, стоять всех РДД в одной точке, при косте перебегать. Первого залить фир, дальше будет проще. И, метки я не просто так поставил, крестик, там, блядь, череп. Это ваши сейв-зоны РДД. То есть, грубо говоря, вы, если бьете конкретного феникса, вы сразу находитесь в этих зонах. И только с этих зон, после коста перьев, вы перебегаете. Независимость. Это не только РДД касается, это касается и хилов. Все хилы стоят с РДД-зоной. Объясню, почему. Адмирал, что касается тебя. Почему вы стоите все вместе? Потому что ты можешь быстро всех заабсорбить. Это раз. Первый нюанс. Второй нюанс. Если вы перебежите, и мобы пойдут, блядь, в этого, и вы будете стоять все вместе, ты можешь засейвить рейд куполом. То есть, милики, по сути, там, у них дохуя хп, выживут сами. То есть, если там 3-4 мобы зайдут. То есть, если им абсорб кинешь, они без проблем выживут. РДД-зону, ты просто купол ставишь, сдефаешь, и все заебись. До следующих мобов этот купол откатит. То есть, даже если моба заходит 3-4, ты все равно купол ставишь. То есть, на одном мобе можешь не ставить, на 3-4 можешь ставить. Дальше. Этот, следующий нюанс. По каждому фениксу, танги, которые танчат, даете сейв. Если вы видите, что вашего феникса заходит, блядь, 2 и больше, ну, то есть, 2-3-4, вы даете сейв. Это массакра, дезыбливость, без разницы, что ли. Все остальные дамагеры просто херачат этих фениксов, ни на что не отвлекаются. Единственное, что есть крик, от него надо отвернуться. То есть, для дамагеров. Один только крик. Да, там просто крик. Плюс будет анонс перья, значит, вам надо перебежать. Не-не-не, Леха, от одного конкретного крика, который феряет и все, а остальные крики уже, как бы... Стоп каст тоже влияет очень сильно, когда у вас вешается коба. Ну, это для РДД, кто уже не знает. РДД и для хилов, блядь. Псал опять секунду, когда у вас каст вешается, и, блядь, у вас нету... Хилы, вообще хилы, априори. То есть, если вы стоите в любой из этих меток, вы сразу стоите, блядь, задницей. Ну, то есть, задницей к танку, задницей к боссу. И когда вы перебегаете, вы перебегаете боком, вот так, грубо говоря, ну, вместе с РДД. Вы сразу стоите задницей к любому из смел. Дальше, босс и лампы. Можно спросить, Леха, перебью? Мы вот вынесли, лужу, каст прошел, мы назад возвращаемся, правильно? Ну, там лужа будет. Нет, смотри, каст пошел, только пошел, мы бежим. То есть, лужи уже будут не в черепе, вот мы их сюда, допустим, где-то вынесли, нам дальше назад возвращаться. каст пошел. Не, не, смотри, каст пошел. Вы побежали, лужи примерно разлили вот здесь. Просто немножко дальше пробежали, сюда, встали на месте, прохилились, все, дальше, потом снова, блядь, эти появились, побежали, ну, места хватает, лужи появились, прохилились, все, заебись. Два мага, блядь, дают, в эту нову, плюс, замедляют мобы, женой он кидает корни, локи, баны. И, блядь, пока эти мобы очень медленно идут, у нас есть время сообразить, кого можно стопорнуть, кого можно, блядь, отпустить, где-то что-то подкорректировать. В этом, в этом, этот плюс, смотри, следующий нюанс. Когда, мы стоим в черепе, когда мы стоим в черепе, да, у нас такое место, где РДД зону урона получать не будет вообще. Единственное, что я скажу, по поводу силов, то есть, вы стоите со всеми в черепе, то есть, это, адмирал, адмирал, элбрил, простя, не, Полина, вы будете, короче, адмирал, элбрил, Полина, вы будете постоянно стоять вместе, вот здесь, грубо говоря. То есть, единственное, что, по поводу, Полина, Полина, выходи вот сюда, на круг, ну, то есть, на край сюда, да? Это, как мы зашли на платформу, я бегу в череп, да? Ты можешь в череп не становиться, адмирал элбрил, я имею в виду, что в эти метки, или все-таки стоять, там, где все. Смотри, единственное, когда взрываются мобы, ты туда подходишь в череп. Женен, ты постоянно на дисплеле. Я не про это спрашиваю, я спрашиваю про то, что вот мы забрались на платформу, мне бежать в крест, или сразу бежать, вот где мы сейчас стоим? Все зависит от того, где появился. который фир. Как синально. Да, я поняла. Просто такой, остальные эти танки, где стоят, становятся по своим меткам, или как, что с ними кто-то сидит? Все танки стоят по своим меткам, единственное, что на меня, допустим, пойдет простя с матиолой, то есть, грубо говоря, смотрите, на рейде, на рейде, три хила, то есть, Полина, Элбрил, Адмирал, то есть, вы должны выхиливать спокойно. Не знаю, ну, сложно, не сложно, но, блядь, должны. Вот, дальше, остальных два хила, получается, матиола будешь диспейлить, в любом случае, простя, простя, будет в большей степени хилить. То есть, судя по тому, что у нас будет, ну, короче, я стану, допустим, в ромбик, я стану в ромбик, блядь, я видел все отсюда. А дальше, кават станет звездочку, то есть, печеньку станет void, кислый станет в трусы. То есть, если мы его будем первым сливать, то я поменяю кислого, то есть, в принципе, не проблема. Если будем void сливать, кислый, ой, void поменяет меня, я поменяю кислого, чтобы кислый диспейлил. Вот, если кавата будем сливать, кават потом поменяет кислого. Все зависит от того, какой будет вообще, ну, феникс, и какого будете бить. Кто первый танк освобождается, тот меняет кислого. По хилам, то же самое, типа, привязка, простя, тебе главное хилить кавата, матиола, матиола плюс простя, вы хилить, или кавата, или void, то есть, вы вдвоем там хилите, да, вот, то есть, в вашей платформе, вы забегаете, печенька, ромбик, печенька, звездочка, вы находитесь в той стороне. Вот, Полина с Элбрилом, находится в этой стороне, с ромбика до трусов. Вот, адмирал смещается, в зависимости от того, какого первого будем бить. То есть, если будем эту сторону бить, адмирал сюда смещается. Если будем тут сторону бить, значит, адмирал туда смещается. То есть, независимо. Тут Элбрил по бизнесу. Если мы, допустим, первых, грубо говоря, первых убьем, скажем, ромбик, и, скажем, трусы, да, грубо говоря, вдруг там трусы... Ну, все смещаются, между печенькой и звездочкой становятся, и хуярят. Я понимаю. То есть, главное первого быстро слить, блядь, где этот, Мозор, где эти... у меня еще это вопрос. А после того, как ады появятся, кто их будет замедлять? Ну, смысле, там, ты говоришь, они замедленные. Все. И даже мага, я... Остальные контролируют. Есть, два мага, фроста. Есть, блядь, дохуякова. Ну, допустим, если они начнут, могут замедлять, мою ловушку собьют они. Это лучше котов кидай, забей на эту трапу. Лучше котов. Моба замедлять, их не надо контролить, именно, ну, там, чтобы они стояли. Локи есть, четыре лока, законтролят. Думаю, то есть, четыре моба. В любом случае, будет стоять, все остальные будут замедлены. Там, где-то мы подкорректируем, грубо говоря, еще три моба замедлим, три моба зайдет в ВОСа, под сейлом, я думаю, все переживут, даже те, кто тут находится. Единственное, по поводу танков, смотрите, там, чтобы гроб на вас было постоянно вашего феникса. Мы с Калатом можем жить вечно, все зависит от того, как будут заливаться ады. То есть, вы сами понимаете тот момент, что, если вы заливаете мелкого ада, если вы заливаете мелкого ада, то стаки на станке полностью все сбрасываются. То есть, танк начинает пробивать сначала, то есть, его вообще, грубо говоря, не будет пробивать. То есть, не надо даже танком меняться, потому что стаки сбрасываются. То есть, танк, вот если вы залили первого, все, все остальные танки, ну, по ним урона вообще снова не летит. То есть, до какого-то определенного времени по ним урона не летит. То есть, у вас, грубо говоря, есть минута, минута, чтобы снести, блядь, одного мелкого феникса. Если вы сносите, то, блядь, это заебись. Если, ну, там будет уже зависимость от того, мы можем поменять какого-то танка. То есть, два протопала живут больше, могут баблами сбросить с себя эти стаки. То есть, в принципе, это нормально. Потом кисло освободится, пойдет на рейд диспейлить, то есть, уже будет полегче. Плюс от кисло будет контроль. Вот. И у нас останется воид танчить, я и, блядь, кават. Следующее, если освободится кават, поменяет воида, воид пойдет, будет давать какие-то притяжки, грубо говоря, к мелким, чтобы быстрее это все происходило. То есть, нам главное освободить, в первую очередь, это этого воида и кислого. Они очень сильно будут импакт в рейд вносить. Плюс у нас освободится еще два хила дополнить. И в рейде получится пять хилов и, ну, даже шесть хилов. В рейде получится шесть хилов и танки. Вот, кстати, дартал зашел. Все, у нас четыре лока. Будете какая-то последовательность отпускания банов или они как-то тупо за контролем, потом вступать все четыре. Лех, раз я не будем поднимать до какого-то уровня. Смотри, этот по поводу блять, вот этих банов. В приоритете, в приоритете сделайте, блин, может лучше макрос, макрос себе, локи, чтобы вы вешали блять, метку, ну, чтобы ваша метка вешалась блять, на ада. То есть, когда вы контролите ада, на него вешалась метка. Я даже дам ассисты, чтобы это было хорошо просматривать. То есть, допустим, я буду анонсить, отпускаем ромбик, значит, ромбик отпускаем. То есть, лок, который ромбик контролил, он понимал, что это моя метка, блять, значит, я ее отпускаю. Вот так Но, типа, я буду говорить, какую метку отпускаем. Так будет проще всем, блядь, и вам будет проще. То есть вы сами будете понимать, что этот... Блядь, вот скинет макрос? Сейчас я загружаю, сейчас все сделаю. Есть макрос, нажимаете на макрос и сразу вам... Там можете в слэш каст бан, слэш каст метка или как-то так пишут, я не помню. Сейчас. Что-то там... Где люди вообще? Что происходит? В зависимости от цифры, это метка. Цифру меняете, допустим, 8, это череп. 1, 2, 3, 4 поставили, все. Там Сантеи-1, Долорус-2, Гриб-3, и чем Тройк-4, и все. Еще один вопрос. А можно тоже танком ассиста, чтобы они поставили мел на уголь метки. Какой там, допустим, последовательность их бьи, чтобы, ну, видно было, как-то или... Или они спьют после локов. Так, не в платформах. Так, Дарт, спекайся. Где Дарт? Унивриди. Сейчас будет этот... Можно... Напишите, что Ангелия. А магам надо диспейлить? У него нету хива, он сказал. Там диспейлить, блин... Пять стаков в рейд идет. Ой, напишите, человек. Чем этот... Чем, блядь... Блядь, мне надо два дамагера. Ураст, то два нормальных полемене дамагера. Гриб, Черный Тролль, Делорус. У вас какие метки будут? Я же говорил, типа, Сантей один, Гриб... Ой, Делорус два, Гриб три, Черный Тролль четыре. Все. Все просто. Теперь проверьте на Аларе. Нажмите на Алара и издали тыкните на него. Аккласс. Есть мазер, кстати, Кирс? Теперь можно отойти. Нихая не понял. Да, можете отойти пока на 5 минут. Мне надо, Мозер. Что, на Аларе? Я говорю, телефон у него есть, могу позвонить. Ну, позвони Мозеру. Локи, вы тут? Где этот... Монород? Монород опознает, писал, блядь. Меоаннекс. Я же идти пока не могу. Так, это три. Да, я здесь бил. Да, я здесь бил. Гриб, ты вообще понял, какие метки, что делать? Что происходит? Либо рофлишь, либо, блядь. Да, я сейчас сделаю, чтобы, когда будете банить, сразу метка одновременно с этим вешает. Так она и делается так, это и делается. Просто на ШП можно отправить, пусть в ШП сет. Одновременно... Смотри, Сантей, я понимаю, что вы можете дать в одного моба контроль, поэтому мобы будут, блядь, под диким замедлом. Чтобы у вас было 30 секунд законтролить каждому своего. Вот почему мобы замедляются. Для того, чтобы ваш весь контроль сто процентов работал. Мобы будут идти, наверное, секунд 30, ну, типа, к мелкому, блядь. За 30 секунд, я думаю, ну, 4 лока разберутся, что, блядь, забанят там друг. Грубо говоря, не сделают так, что друг друга забанят. Плюс, тем более, метки, если будут ставиться, то вы будете понимать, что этот моб законтролен, этот тоже и тому подобное. Вы выбираете в таргет, блядь, моба, блядь, и вы уже понимаете, что на нём висит метка, и он за контролем. О, это тут? Угу. Чё за проблема у вас, локи? Гриб, говорит, пропустил часть тактики. Ты, блядь, ровслишь или чё? Я вообще понять не могу. Говорили, можно отойти на немного. Макрос сделал только чернотролль, остальные на Алара чё, нельзя ли кто-то проверить макрос? Это 2. Звёздочка 2. Звёздочка, проверьте. Вот 2, я вижу. А, как? Она у тебя уби... Ну, почему она у тебя убирается? А чё ты написал? Я когда делал, она не убиралась. В зависимости цифры, это метка. 8, это череп. У тебя она в кассе, с кастом изгнания, да? Ты, гриб, должен вот это вот прописать в свой бан. Макрос, делай. Пропишите грибы и всё. Грибы просто макрос скиньте с его цифрой. Ребята, я в Дискорде, я игру сверну. Если что, зовите. Где народ?